и денис казанский но добрый вечер дмитрий добрый вечер добрый вечер очень приятно сегодня видеть вас общаться с вами с профессиональными людьми начнем нашу беседу опять тостом у нас сегодня человек эпоха ну да для меня по крайней мере да я рос на этом есть в нашем советском российском тренерском цехе три глыбы на которых я застал семин газаев романцев без 1 2 3 хорошо это уровень просто космоса кто изменил футбол по большому счету возьмешь почему как так получилось что вы втроем люди за одной эпохи более того вы играли в одних командах как так получилось это что сам прежде всего мы работали с великолепными тренерами и вообще российская советская школа тренинг sky она была очень богатая вспомнить только нужно валерий васильевич лобановский константин ваш бесков качали масса тренеров которые действительно являлись примером и безусловно каждый из нас точно также как сегодня молодые начинающие тренеры по окончании своей карьеры мечтали стать тренерами потому что были примеры ну это была наша любовь наша жизнь я могу сказать что наверное вот если взять юрия палыча олега ванча и меня мы прошли большую школу начать от школы тренеров от второй лиги начать к первой лиге и потом к вершину пример лиги поэтому естественно вот эти рост тренера он должен быть такой естественный значит по принципу дедуктики от простого к сложному потому что если сразу почему некоторые тренеры вот я наблюдаю молодые заканчивают свою карьеру и сразу пытается хорошим клубом работать ну казалось что они сейчас готовы на все и не получается и безусловно начать у нас были очень такие сильные бои локомотива у спартака там цска алане вот и но тем не менее мы всегда сохраняли очень глубокое уважение друг другу отношений по сей день так сказать мы всегда встречаемся и всегда обсуждаем это очень важно поэтому сегодня хотелось бы вот мне лично не приглашали иностранных специалистов наши молодые тренеры чтобы добивались успеха добивались успеха особенно на международной арене это очень важно тем более сегодня все возможности есть таких возможностей такой инфраструктуры которая сегодня существует нашем футболе я не думаю что где-то таскать ведущих странах она такая поэтому я думаю что сейчас возможности много только надо работать трудиться а с почему вы перестали трудиться как-то показал что раз это первого очереди задал валерий герда не хватает ну конечно хватает это смотришь на юрий палыч который возвращается берет кубок берет чемпионат и понимаю что возраст вообще не аргумент то есть он со своими идеями приходит и российский футбол по-прежнему переворачивает вы как-то резко так обрубили все концы и ушли в политику почему ну вот наверно так в жизни случилось это первое что я хочу сказать все таки вот сегодня мы вот зимой говорили до нашей беседы здесь мне кажется что вот каждый человек и каждый тренер перед собой лично нужно ставить самые высокие и самые амбициозные задачи и делать все возможное чтобы их реализовать поэтому вот сегодня допустим пятый или шестой раз выиграть кубок или там национальная переноса для меня уже не мотивация даже второй раз выиграть кубок уефа тоже самое не мотивации конечно хочется уже большего если ты же попробовал сюда вот получилось то конечно хочется в лиге чемпионов успешно сыграть и я не скрываю сейчас от вас и я разговаривал с некоторыми руководителями которые пытались пригласить меня ставил задать что слушайте надо там что-то доскать выигрывать серьезно для этого надо подготовиться серьезно для это должны быть хорошие игроки хорошая структура футбольная поэтому если вы готовы пожалуйста если не готовы тогда у меня нет никакого желания начать занимать там третье место и угрожать второму понимаете такой такой задачи передо мной не стоит поэтому мне кажется что вот это способствует и потом работа любого тренера это вдохновение это творчество вот без этого невозможно добиться ну и конечно же должна быть фанатическая преданность своему делу я могу рассказать историю начать к нам учились в высшей школе тренеров и тогда приглашали специалистов качалин приезжал лобановский приезжал тарасов вот приехал тарасов учить а группы были 2 25 футболистов высшую школу и 25 хоккеистов со всего советского союза ну и антон владеевич задает вопрос вот начинающие молодые тренеры что вы считаете главным в работе тренера ну и все начали отвечать там специализация знания умения опыт и так далее он всех слушал слушал никто из вас правильно не ответил мы во что вы как вы считаете фанатизм и действительно если посмотреть вот в корень вопроса то без фанатического такого отношения своей спортивной карьере и уже карьере тренера невозможно добиться никаких результатов да это не только в спорте это везде в общем если пассажир на вас вышел ли сити до 1 мара вы повезли бы в железноводск и лига чемпионов была бассейн бассейн да дим что мы пьем я думаю чаю все таки по чаю идет веселее сегодня опять у нас особенный чай но по-другому мы не могли никак красный копченый чай который растет в заповеднике и возделывается древним способом на старой шестидесятилетней сосне это вот гостя это тот мой чай что там райончик и китайцы специально собирают шестилетние то есть молодые сосны не пойдут туда понимаете вся смола которая именно дает этот запах и вкус она только в старых шестилетних соснах содержится поэтому это особенный способ старый на старинду сейчас уже не делал без электричества без каких-то либо приспособлений современных и вот я думаю вы оцените точно дима я смотрю ты можешь диссертацию написать пишешь на я только защитил диплом но вот видишь не по футболу как как называется диплом диплом как звучит совершенстве осовершенствование финансовой экономической деятельности в футбольном клубе как про деньги в футбол нет про правильное развитие но сейчас очень важный для нас момент я думаю что вы понимаете жизнь на ютубе без интеграции ну какая она может быть и конечно мы подкастом очень сильно зависим от этого тем более что вы посмотрите какая прелесть пока дмитрий евгеньевич на своих футбольных чайных делах я постоянно на съемках и еще возможность как можно быстрее перекусить да так чтобы с характером тем более мы в баре и у друзей наших из-за компании rollton появилось четыре новых вкусов их линейки причем эти вкусы знакомы вам по барному меню поехали смотрите по меню берем креветки засыпаем коробку заливаем пивком закрываем крышкой ждем 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 хватит ждать и бинго rollton со вкусом креветок и пиво моя прелесть кайф особенный а теперь эксперимент побрутальный берем икру вот она так добавляем качественный односолодовый так и ждем 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 ну вот бруталити роллтон со вкусом барбекю прелесть и так будет всегда четыре популярных вкуса роллтон со вкусом хрена заливной с говядиной пожалуйста разумеется со вкусом куриные крышки бафло это два ну и конечно со вкусом ребрышки барбекю и самый хит со вкусом вареной креветки к пиву новые вкусы горячая атака на голод познакомиться поближе можно по ссылке в описании варенье шестидесятые осетия это что за регион как тогда мы сейчас понимать опять же для людей моего поколения осетия алания это вы и бум развития футбола после вас дуну мы просто не представляем что это такое было как тогда вообще дети играли футбол чего все начиналось ну вообще осетия спортивная такая республика и очень много выдающихся деятель культуры науки особенно в советском союзе так сказать это очень было и спорта конечно спорт это один из основных видов такой ну такого особенно так сказать борьба особенно футбол этого два таких ведущих вида спорта и которые естественно что там раньше было никаких особых развлечений у детей не было поэтому все шли спорт значит все или футбол шли или шли на борьбу вот кто не подходил в футболе пошел на борьбу а борцы говорят что кто в борьбе ты пришел шли футбол а было это да 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 ну было ну было и туда и туда вот у меня отец надо папа он занимался борьбой вот хотя я никогда борьбой не занимался все время почему ты стал заниматься футболом и так далее поэтому я к чему говорю что выдающихся людей очень много если вот сегодня взять вот вы представьте такой маленькой республики 3 двухкратных олимпийских чемпионов по борьбе один трехкратный олимпийский чемпион трехкратный олимпийский чемпион но однократных олимпийских чемпионов я просто так сказать даже не считать поэтому конечно есть в стране странах столько выдающихся людей нет поэтому я к чему говорю что действительно вот была возможность заниматься во дворах не было никаких условий абсолютно воротка развалилась там камни два камня или два портфеля допустим после уроков наверно была трава какая там трава там земля в это было идеально как воем блин а так в основном асфальт тем более только если положили хороший асфальт мы считали это все красота поэтому здесь 60-70 годы я вернусь к осете там как раз 70-м году 69 году как раз команда попала первый раз высшую лигу союзного чемпионата вот это было большое достижение и мне кажется вот тогда вот это очень мощный такой был все-таки так сказать интерес и детей и когда приезжали лучшие клубы советского союза первый раз когда попали на футбол ну первый раз на футбол я не помню но я занимался детской спортивной школе конечно мы интересовались футболом вот значит но когда уже стали приезжать там 70-м году до 70-м году уже высшая лига по конечно все уже интересовали все приходили на футбол а родители были против или за нет родители конечно были мурака против конечно родители были против и причем сначала надо школа потом но у нас тренер был педагог очень хороший вот и нам у нас проверяли дневики а вот это был стимул для того чтобы учиться чтобы идти ходить тренироваться для этого ты должен был хорошо учиться в школе ну во всяком случае не двойки получать на себя пациент заниматься и действительно надолго нас не хватило значит завели два дневника на отмечали там здесь пятерки четверки здесь уже никому не показывает предпосылки тактики совершенно 11 лет по моему до в 10-11 лет попал в организованную детскую спортивную школу но уже имеет какие-то качества какие-то задатки и все остальное но потом как и все начать и закончил детскую спортивную школу попал начать в команду мастеров через 11 игр попал в юношескую сборную советского союза это был большой успех с первой лиги попасть юношескую сборную большую а дальше пускать уже пошло все по нарастающей поэтому в целом конечно вот эти я сказал бы традиции которые были заложены вот этими футболистами 70 60-е годы они конечно сказали все уже и сегодня на алании начать и талане особенно когда девяносто пятом году стала чемпионом вот тогда тот же там габуловы базаевы начать загой рынка по 6 по 7 лет когда они только пошли детской спортивной школ конечно и для этого это тоже стиму вот сейчас чемпионат мира прошел наверняка сколько детей которые занимаются детской спортивной школы сидели на трибунах и смотрели видели лучших звезд мирового футбола лучшие команды мира через семь-восемь лет я уверяю нас появится ну не скажу мировые звезды но звезды европейского уровня я не сомневаюсь но сейчас они пойдут возьмут спокойно бульона при должном и должном отношении конечно но они в любом случае сейчас вот они пойдут возьмут мяч возьмут обувь хорошего там за разных фирм еще покачевряжится выберу что у вас было в чем вы играли в футбол помните свой первый пару бутс какие там бутсы там не помню когда попал в команду мастеров я первый бутсы купил за 120 рублей это было пума вот там такая вот и привезли вот 120 рублей а зарплата зарплата было сто шестьдесят рублей вот считайте значит это конечно это было а вот лишь это надо это в чем в кедах отдать но в кедах конечно в кедах мячи то же самое там кто где достанет где кто сворует мяч чтобы пристили во двор или дну так воровали мячи я ну как бы там вот и не был этот институт где студенты играли начать но мы сидели все в кустах только мяч выйдет за просто бежал их бежишь с этим мячом они за вами ну конечно если догнали бы там дали бы под затыльной были такие конечно но если уже убежали все во дворе уже праздник у них собирая все мальчишки играли куда это это наша реальность цель оправдывает средства да и здесь конечно очень много тогда у нас фактически это этот мяч как реликвия был на счету потом у кого-то каждый день у кого-то он на хранился кубок до каждый день в нового потому что особо и не было возможности там каких-то доскип развлечений так далее это не сейчас время поэтому я считаю что вот тогда знать такой был что страстное желание рассказать все-таки там не так не такой большая была информация информативность мы не так много знали таскать о мировом европейском футболе потому что страна была сама закрыта но наши звезды наши сборы наши клубы которые играли наша сборная это было вообще предел мечтали всех поэтому в целом конечно так и особенно детский футбол развивался значит начиная от дворового футбола потом кожаный мяч потом различные турниры на кожаный мяч до вас эти играли мы заняли первое место но к сожалению нас не отправили на финальную часть а не было возможности и надо было купить билеты там и так далее поэтому так целом атакую конечно кожаный мяч был это вообще и счастье для всех как вас к вам нас в адрес это в адрес это так название птицы до покажу хорошая команда была такая вот потом из этой команды значит изучил в 45 попали уже в команду ажиники спартак ажиникидзе я вспоминаю свой кожаный мяч и когда мы приезжали на россию играть давно по регионам выиграли в сибири все приезжали на россию там всегда нам предстояли осетинские команды но и то что мне заделали взрослее я не хотел об этом говорить просто они немножко физиологически от нас отличались мы были вот такими у них уже волосы на груди были усы но спрашивали но они были наголо выше нас сильнее но ты шансов вообще не было ему у тренера спрашиваю может они питаются чем-то другим для нас была загадка ну обидно в детском возрасте проигрывать всегда но всегда там были очень техничные игроки и взрослее чуть-чуть твоего за всякое было наверно в жизни поэтому как только женился это какой-то был знак вас нет ничего просто вот как женился так супруга попросила отпустить уже не думал да я и все и больше не сбрывал они происходят приносят счастье жизнь показала вы такой темпераментный человек заходите молодой горячий заходите в раздевалку первой команды где там просто суперзвезды для вас того времени как вот это первый день первое время как мы это все перенесли роли кого в роли игрока если ничего 16 лет да 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 совсем молодой да ну как нормально я все время для меня так честно говоря авторитетов на футбольном поле никогда не было но уважение к старшим это просто впитано с поколением наших отцов и дедов поэтому здесь конечно всегда так сказать мы уважаемым у нас определенные традиции семейные традиции лица уважения к старшим вот и а что касается спорта то конечно здесь уже все равные если ты будешь все время вперед пропускать старших по возрасту у тебя не будет времени самому поэтому здесь я думаю что вот эти все вопросы конечно они важны и поэтому я никогда даже когда переходил мой первый переход кстати локомотив московский я помню там семьдесят пятом году вот тогда там была очень хорошая сильная команда начали гивенодия такой был футболист сборной советского союза динамо тбилиси перешел туда потом и штриков володя который играл московском динамо и сборной советского союза потом начали из помоги нам еще один нападающий был вот юрий павлович семин ждал такая серьезная команда я приехал молодым игроком у меня все там когда вышел но ты там будешь запасе там сидеть послушайте вот я буду играть они будут сидеть запасе но так и получилось принципе вот и с первой минуты появление локомотиве хотя очень тяжелый был переход вы же несколько раз приходили уходили ну я четыре раза почему тяжело за ну во первых ну переехал всю жизнь я рос из дома сети до семья друзья там и тут приехал в москву город на первый раз привезли в москву на три вокзала там а тогда был там офис локомотива еще я посмотрел столько народу я никогда в жизни не видел вот то время и конечно два дня потренировался гаммин это не мое и уехал домой просто взяли билеты взял билеты улетел домой улетели уже не на поезде самолет вот потом за мной приехали но опять уговорили опять приехал как-то было кто кто за вами приезжал игорь семенович волчок был главный царство небесное человек очень мудрый был и сколько он как он вытерпел это все это терпение на ровнообраться так честно скажу вот и второй раз послал начальника команды опять него привезли опять два дня потрях себе там чуть больше ухит опять уехал и так четыре раза ну и потом уже четвертый раз когда так приезжаю сюда значит уже смотрю уровень совсем низкий там организация тренировка форма это а здесь не скажу что это но конечно уровень это и все время то сходят все-таки металл сына же думаю всегда приезжают там высшая лига здесь но все-таки то сказать не тот уровень мы уже где-то за неделю приехал уже до начала чемпионата но и уже там начал играть и попал уже молодежную сборную потом стали чемпионами европы и пошло уже поехал и конечно благодарен игорь семеновичу волчку когда вы говорите вот он терпел ну как только ну как вот взял бро бросает никому не говорит игрок уезжает и его нету потом опять за ним посылает его привозят опять ничего не грызов нету и газа и вот так но вы как ему сами объясняли он вызывает ну я как объяснял что ты делаешь я объяснял я думаю хочу соскучился по своей семье по друзьям я ничего не нарушал ничего вот таких тогда регламентов особых не было контрактных обязательств не было заявление написал и все поэтому а так очень тяжелый переход был для меня потому что всю жизнь никуда не выезжал все время в окружении своей семьи в окружении своих родных друзей очень тяжело было но потом уже конечно год отыграл в москве уже когда какие-то уже результаты пришли и уже конечно же 45 год уже практически вот живу в москве а как было знакомство с юрий павловичем он просто вот вы приходите в команду я например не представляю ну не было что кого там рода юрий павлович юрий павлович во первых юрий павлович был капитан команды опытный игрок вот один из лидеров команды вот и я вот могу сказать и благодаря юрий павлович что он очень много не помог проводник до в этом плане все-таки я такой как вы сказали молодой горячий вот и у меня стычки были там по поводу чуть ли не ну во время игры не во время своего во время там тренировок и так далее начну наверно если человек хочет расти он должен быть не уступчивым до для достижения цели своей поэтому были какие-то стычки в этом я мог на повышенных тонах сделать замечание старшим по возрасту во время игры во время тренировки вот это не нравилось многим вот начать и у нас из юрий павлович он так было вот но я очень благодарен что юра очень так внимательно относит понял что другого варианта и переделать меня нет никто не пихал но нет ну и не пихал да нет нет но очень много помогал вот в лица вот и команду в лица очень много беседы проводили мы с ними потом вот на этом и так и сдружились очень тепло ну как сложно представить что вы вот идете мирная беседка садитесь и павлович начинаете говорить а что мы узнать как это было как вот но дима прав потому что они были в различные доска естественно составу дима прекрасно знаю что различные ситуации в команде бывает поэтому когда приходит а тогда и конкуренция было но пришел молодой парень вот стал играть в основном составе тренера ставит каждую игру остальные четыре нападающего по одному меняются ну естественно таскать тут и в какой-то степени не только конкуренция но и каждому же хотелось играть вот такой шанс и я не давал никому сам играл но остальные пожалуйста да у нас четкая система была 4 4 2 1 на 2 нападающих поэтому одно место есть играйте переиграйте играйте проблем то никаких нет вот ну а так потом через два года и никита пал всему не он уже сборную национальную пригласил так что было очень интересно вот и три года которые провел локомотиве очень замечательные и это все-таки дало мне так очень это была большая школа вот я понял что вот футбол вышел расскажи там вы приехали в у вас совсем другая зарплата вы в москве вы из осетии приехали и через там какое-то время вы понимаете что вы игрок уже основного состава и вот прям столица перед вами у ног ваших как это было до соблазна как было это москва семидесятых это же такая пуха красивая машины до кафе ресторана нет ну я могу вам сказать что я достаточно таких был профессиональным футболистом дисциплинированным вот могу вам сказать что вообще бокал шампанского выпил только первый раз тридцать два года да ну не видимо вы из осетии только один бокал шампа чача что вот это чаще вот журналисты приезжать угощает журналистов а здесь действительно поэтому был очень таким профессиональным футболистом вот в этом отношении с тренировки домой домой нет но почему домой и конечно здесь получил все условия начать возможности и тогда и квартиру идти особенно уже начали приглашать большие клубы я веду клубы вот и все пять клубов московских но вот так получилось что московская динамо ну и дальше девять лет там задержался сейчас мы проект поговорим но ведь была возможность у вас попасть еще и спартак была возможность по атак это было знаете когда когда я первый раз попал юношескую сборную советского союза и тогда и мы играли как раз перед турниры такие участвовали кубок социалистических стран между соц странами проводилась кого в разных странах социалистического лагеря вот этот раз был перед германией пригласили мне сборную советского союза и бы товарищ контрольную игру играли с динамо москва дублем динамо москва они были чемпионами советского союза вот и обыграли их 5-0 я три мяча забил и такой федоров был тогда ташкенте который погиб царство небесное выдающийся футболист был просто гениальный он два мяча забил я три и никита павлов симонян и николай петрович старости они смотрели этот матч ну и после игры подошли и вот мы тебя приглашаем спартак ну я конечно был на седьмом небе вот и честно могу сказать приехал домой значит когда я говорю вот и тренеру которому я в детстве занимался вот меня спартак приглашают все я говорю поеду спартак но как на меня наехал по этом молодой ты что ты еще должен здесь поиграть еще должен здесь республике отдать то что тебе воспитали на понятие посадил меня таких я уже думаю сейчас еще отсюда выгонят когда я тогда пойду и вот так на пять лет задержался ничего я сейчас на думал по если после таких предложений вас побежите в спартак но вот но вот не дни пошло уважением было до словам старшего но тогда уже этот закон был второй раз спартак был это значит когда семьдесят девятом году перешел московская динамо и наверно может быть и мы играли четверть финал тогда был кубковые такие были кусты на счетам перед началом сезона 5-6 команд значит страны где тепло республика играли турнир и победители выходили играли уже четверть финал потом полуфинал и финал кубка ну такая система бог и мы как раз попали со спартаком только спартак вышел высшую лигу вот а у нас как раз перед этой игрой сняли оксана санча севидова выдающегося тренера вообще большим американского турне до после американского турны и у нас матч чем кенте со спартаком а у них уже подобралась команда константин иванович бесков тренер архидиатуллин романцев гаврила очень много серьезная команда и мы в 3-0 обыгрывали а уже мы без севидова играли и мы их обыгрываем 3-0 и после игры константин иванович николай петровичем вот у тебя было обязательство что ты пойдешь динамо на севедово уже сняли теперь это у тебя никаких обязательств нету переходи в спартак у меня тогда подумал думаю ну что еще 30 обыграли куда здесь команда духа ну подумал так честно вот признаться да 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 нет я уже наверное здесь останусь уже спартак стал чемпионом вот вот так и дважды сказать моей карьере это было так что вот но могу сказать что я абсолютно вот столько не жалею о том что попал динамо и благодарен тому великому клубу вот который и по сей день я вот всегда говорил начать вот на сегодня на динамо какое-то проклятие лежит потому что несправедливо относились севедово александра санчо вот тогда его сняли до начала чемпионата я абсолютно уверен если он остался тренером мы бы и в европе и то что в национальном чемпионате вы стали бы чемпионов даже сомнений не было и кубок выиграли настолько на семь человек было в сборной сср всем у команды было просто за трофеев а расскажите же бытовой какая-то история была турне в америке какой-то магазин куда он зашли как у нее он же работал в киеве севедов работал в киеве и естественно приехали а мы я там не был потому что у нас в это время мы уехали вместе со сборной в ковричану на подготовку 5-6 человек на щади сбора а остальное динамо москва поехал на турнир в америку там мини турнир был такой и встретил своего друга видимо который в киеве жил потом эмигрировал там открыл магазин значит его товарищ там естественно но в такие поездки вы же понимаете ездили люди всегда с большого ждали да это не рядовые какие-то все-таки так и серьезные уже среди до звания вот значит ну и после того что вот когда все с ним начи повел ребятам ребята там наоборот сделали уважение ним и тогда ну что там тогда было там какие-то покупки вот но там на строчили что встретился с сионистом это вообще чуть ли не врага республики сделали и по приезду по приезду его снимают с работы вообще из партии хотели тогда это было очень серьезное такое и сняли с работы и все вот с того времени с того времени по сей день динамо москва не сможет стать чемпионом я считаю что это проклятие вот потому что несправедливо поступили по отношению к этому человеку вот а я все-таки таскать когда мне пригласили там все были аттестованы футболисты кроме меня и на собрании когда это объявили я встал я говорю вы знаете мне здесь больше ничего не держит вот я приходил все видов я больше здесь играть не буду взял и ушел собрание ну правда мне потом догнали там также чем лада правильно но тогда тяжело было так поступить черный воронок пока я домой сюда не успел до подъезда дайте подъехал забрали объяснили и вот и на 9 лет застрел как объяснили что такое предмет на вы невероятно суеверный человек насколько я знаю и вы поменяли даже номер когда переходили за травму расскажите были 9 до 9 издали 11 до 11 но 9 номер это у нас вологи кавказе иначе когда попал первый раз в задумок у нас был там такое царство небес на папилищвили нападающие был звездах местного значения ну и конечно все вот девятым номером играл и конечно все не так умерся нападающих у мир был и вот на девятом нападаем и приехали с одним и за дубль играем в одессе а там с одним игроком у нас все время была там конкуренция он хотел девятый номер давай так кто в этой игре забьет гол то 9 номер я забиваю голову все майка твоя а потом порвал мышцу вот сильно порвал мышцу в этой игре или где-то падает сменил номер все больше не буду там играть и так и все время дело подымется номером вот значит поэтому ну так вообще начнем без суеверия жить нельзя потому что это тоже вот все говорят но я считаю что очень важно во все надо верить нас какие традиции были перед игрой можете рассказать ну не знаю я перед игрой никогда не обедал вот поэтому например бутсу геттуру носок одевал с левой ноги все война и по сей день это уже не могу по-другому вот как то вот такие моменты вот но еще были момент ну которые уже наверно такие чисто внутреннего характера вот а так конечно у каждого спортсмена есть я думаю дима тоже расскажет мне просто я не вспоминается валяешь ваша традиция они все говорили когда мы буду четыре тренером стояли на скамейке и при каждом опасном моменте ливали через левую глюху было один раз не плюнул и потом получается это было каждый раз то есть любая атака когда к воротам циска подходили чтобы и давай ваша латыш сидел рядом и потом это место было пустое потому что ну так невозможно вот это уже за линия не но было это действительно ну конечно все таки так тренер должен сопереживать за каждый момент я всегда очень активно реагировал за хороший паза хороший гол за ошибку все время тренер должен сопереживать футболиста поэтому естественно 90 минут я был в игре вот начать и ну наверное вот так сейчас смотрю наверно все и все современные тренеры также рассказать вот возьмите наши там и того же мауриню вот олег иванович например спокойно сидел там валерий васеевич ломановский раскачивался там 10 скамейка качалась вместе с них вот каждый тренер по-разному реагировал и вел матч потому что игроки то игроки должны видеть состояние тренера игроки должны видеть состояние тренера игроки должны видеть тренер не просто сидит вот так просто вот так молчать сидеть я так не могу ну кто-то может расскажите нам про особенный год для нашего спорта вообще 80 это поражение хоккеистов когда оказалось на невозможно проиграть лайк плейсиди да и когда оказалось невозможно проиграть олимпиаду да это было катастрофа конечно прямом смысле этого слова дело в том что у нас за месяц до начала за месяц до начала олимпийских игр посадили на мой вас кастин ванч и мы месяц безвыездно готовились к олимпийским играм причем доскать новогодские все жили спортсмены в олимпийской деревне а мы жили в новогорске никуда не домой ничего у каждого отдельный номер один новогорске вот и вот каждый день вот ты не единственная таскет радость был этот мир ну потом на два дня отпустили и еще перед началом олимпиады еще месяц фактически доска были на ребят конечно очень тяжело было за все это время один раз свозили нас олимпийскую деревню уже попросили свозить в олимпийскую деревню и загнали опять на сборы вот и тогда вы знаете умер высоцкий вот и мы все хотели поехать на похороны попросили ну а вы были знакомы с ним не знаком не был вот но тогда он для нас был лишь понимаете это все вот и нас к сожалению не пустили вот тогда каждый день приезжали какие-то политические деятели спортивные руководители и все-таки нагнетали человеческий прессинг страшно и то есть у нас не было вообще таскать мы не не имели права допустить ошибки то есть вот такая ситуация с другой стороны мы понимали что вот этих команды даже конечно мы обыграли вот эту команду с которой мы проиграли гидером до этого играли буквально за месяц до этого играли в германии в ростоке 22 сыграли я два голова забил ну просто никакая команда в одну калитку да в одну калитку было и здесь вот такая одна ошибка одна ошибка и потом у нас масса возможностей ну и как правило уже значит спешка нужна при ловле блох вот как говорят а здесь все-таки через огромное я помню то сказать просто вот сегодня вот такой я с метра попадаю с метра на ближнюю штангу прострел так щекой бил ближнюю штангу мячу летают и уже на последних минутах ваги сфидиатурно идет прострел вот и он так в падении бьет ну метро наверно вратарская линия наверно было вот так головой бьет и берет ничего так еще кивает вроде продлевал просто побил забыл бы себя параллели по белую и мяч вот так рядом со штанге пролетает ну вот тогда бог был не нашли на нашей стороне наверно это 95000 95000 финал олимпиады это была катастрофа мы приехали просто такой ощущение что жить не хотел как вы зашли в раздевалку расскажите теперь мы зашли в раздевалку все сели уже была гробовая тишина уже константин иванич царство небесное ему уже начал успокоить но уже за третий что только за но что здесь сказать слова здесь уже не нужны все люди любой за утешение исключено ругать ну тем более поэтому молча вышли ну честно говоря тот момент хотелось умереть вот я вам клянусь говорю вот такое состояние было души что все все же представляли все олимпийские чемпионы медали ордена то есть там уже квартиры так это приезжали и все время говорили об этом еще эти наши руководители спортивные партийные это было вообще ну и я думаю что вот это наверно все-таки сказал чуть-чуть все-таки надо было он до скованность и ответственности понимали были и я хочу сказать что мы сами виноваты в этом и вот сейчас позиции уже тренера вот да значит там были какие-то может быть но я считаю что тренер сделал все возможное и хотел сделать чтобы мы стали чемпионами наверно даже больше чем мы желал но к сожалению вот так получилось и поэтому здесь на какой-то степени мы здесь виноваты скорее всего это правда что вы после москвы поехали в тбилиси в том числе и для того чтобы перебить малафеева чтобы в клубе федотова быть выше него как бомбардир а я сейчас выше него нет почему я по-моему и тогда не знаю почему я 117 даже не не как честно это во первых неправильно значит да и ну образа га так мягко говоря у нас никогда не было хороших отношений но тем не менее такой задачи передо мной не стояла передом и стрелок более глобальной задачи чем это такая ну какая стать чемпионом все таки забились а ну конечно и была возможность тогда там у нас хорошая команда подобралась вот но потом вот очень хорошие футболисты но потом все-таки таскать там были какие-то шероховатости связанные таскать с тренером и потом и гуцаев ушел я ушел вот ну и в итоге не скатились хотя когда мы уходили мы были на первом месте вот и была вот такая ситуация поэтому а ушел я очень просто недопонимание было со стороны одного товарища тренинг главного тренера и я задал вопрос на который не получил ответ может не в доме сидим расскажите же нет ситуация была непонепростая начать и мы играли кубковую игру по моему с почему я ушел сбились и мы про сыграли 12 туров 12 туров я забил 6 мячей вот еще это первом месте и на макеев и мы и кубковая игра со стиль машин ну и я у меня мучили там травмы воспаление приводящие мышцы лобковой кости вот это было я попросил тренера чтобы дал мне паузу отдохнуть посиди в запасе где так на всякий случай во первых и премии все остальное начать ягу хорошо но первый тайм 0-1 вот шоу в том году сможет его ну конечно смогу он вышел забил гол и потом обыграл отдал сава там играл такой гриша цава ничего пасом 2 забыл на 21 играли на следующий день естественно премиальные привезли на базу вот я приезжаю а мне там меньше там записано там допустим на 100 рублей я спрашиваю таруты а почему говорю мне меньше заплатили просто мне интересно говорю ну это не это главный тренинг хорошо ну вот я поднимаю главный тренинг мне объясните говорю или я плохо потренировался или я где-то начать играл плохо или допустил ошибку на русс нарушил режим но причина же должна быть если я наказываю дима должен знать причину за что я его наказываю правильно это мое личное мнение бегу у меня нет больше к вам вопросов но и через 10 минут вам зайду а что ну зайду пошел собрал вещи внизу машина 180 километров мой дом в оси вот принял заявление был сразу вот вам заявление уехал все и закончил играть да все закончил играть вот дело даже не мод нет никакие мод дело даже не в этом дело даже не в этом потому что ну я понимаю так сказать даже дело не в каких-то там премиальных или еще что-то а дело в принципе почему вот если допустим игрока ты выпускаешь при счете 0-0 и он добивает забивает гол или еще что он получает стопроцентное там допустим премию или еще что это так заведено во всех потому что вниз вклад потому что совершенно верно внес вклад а здесь значит ну видимо какие-то внутренние даскать там симпатии или антипатии я не знаю и не хочу об этом даже говорить сегодня но вот такой случай был почему я ушел в динамо делись и вот и все поэтому не стал даже ничего говорить ничего и уехал вот на этом закончил свою карьеру вот это да мы переходим ко второму чай да к тренерскому да опять же из заповедника уишань где нет никаких заводов то есть здесь его все узнают но он правда очень это изразилось что что заповеднику из заповедника уишань ты китайский язык хорошо но только на базовом уровне пока но интересно целая называется как вам кстати первый чай хорош породист чувствуется древняя сосна еще как чем больше тем древнее да у меня такая история есть которую мне рассказал александр геннекович бородюк в будучи когда вы уже были зрелым игроком динамо а он пришел молодым и общем так история такая вы стоите в этом знаменитом туннеле перед выходом на поле он молодой только попал в основной состав и а вы как ветеран подходите к нему и естественно так слушает перед выходом на поле и говорить ему так молодой чтобы мне давал пас на меня играть на меня ну и все иду отошли все дальше на сцент разминается потом подходит николай иванович николай иванович подходит ты его не слушай мне дародюк саша очень хорошего начинал сейчас приговорить хорошо начинал да не не он очень хорошо тогда у нас была у нас был шанс кстати таскать вот я могу рассказать и вот честно таскать я никогда вообще не думал что стану тренером почему не даже мыслях это не было и мы играем с рапид вена на вот вена рапид вена мы играем полуфинал рапид вена вот значит я капитан команды первый тайм мы выезжаем 10 у севидова была такая манера сан саныча он все время там подходил ну что как там был очень национально ну что там кого-то поменять или еще что ну такой вот с вами советов как состав делал за мне не ну захоп перерыве мне не ну до этого не то во первых начать ну как опытный игрок капитан команды вот и вот я буду поменять игру хапса лица и васильева и выпустите пудышева и говорю этого бородюка вот клянусь вам говорю как говорю почему я стал тренером ты что с ума сошел один год выиграл полуфинал не спросили я вам ответить ну и выходе во втором тайме саша хапса ли сделать два пенальти два пенальти я получаю вторую желтую карточку мы уже то сделать привозит до 2 пенальти значит мы проиграем и они еще третьими 31 проиграем я следующую игру дома уже пропускаю то есть целый букет получился а потом когда начать а васильев ведь он не попал в игру и как раз потом он делает эти же замены выпускает пудышева выпускает бородюка и там пошла такая острота саша молодой пудышев такой с хорошим пасом таким вот а потом мы через два дня до хочет 31 проиграли и там у нас рейс был через два дня значит извина вот и начальник команды тебя все вида вызывает зашел к нему и так говорили и он потом не ты должен стать тренером я просто до 1 я как-то так сказать уже как-то пишу вообще даже не думал неожиданно да неожиданного ты должен я влачу взяли санса ну вот я тебе говорю вот ты подумай и вот это засела мне мысль голове вот ну и потом начать я уже думаю ну надо уж если стать тренером надо начинать самых низов поэтому пошел работать детскую спортивную школу потом школу тренеров и потом дальше командочку первой лиги взял такую слабенькую если что как тренер ты себя представляешь ты должен там что-то доказать вот так все получилось сложилось и пошло-поехало поэтому я к чему говорю что вот случай случай но самое интересное ты знаешь кто спартак рженикидзе возглавлял давать горбич нет олег иванович да после олега ивановича кстати да сказать да вот и олег иванович и его пригласили спартак москва из-за рженикидзе система его направили в рженикидзе потом подняли спартак москва даю подняли это было одно но также до сода когда это было и этот приехал это был февраль месяц там долго не назначали не назначали там это все-таки февраль месяц за две недели до и когда уже 4 я помню что где-то уже в феврале месяце там где-то 7 8 февраля уже все решалось и олег иванович уехал спартак а я приехал по владикавказ построил команду но много ребят было из москвы тогда и они уехали за ним до соли кульков был по моему кульков да там был там много ребят было ну и еще кто-то так сказать они разъехали и на первую тренировку выхожу построил команду вот так девять человек стоит из них три вратаря шесть полевых игроков на них посмотрел слушай кто в кеда кто в это в манеже думаю куда же я твердо решил что на следующий день иду к первому секторю обкома партии не могу дети школу идут семья требуется я вернулся ну что-то придумать надо было приехал ну просто все-таки на таком уровне играл видел ночи а здесь в колхозе даже раскрыть там непонятно что и приехал домой там думать что все но куда же я приехал я себя загнал и ночи думание завтра надо поехать и сказать до свидания спасибо и уже ехал 10 часов назначил мне встречу первый секретарь и еду и по пути начинаю размышлять ну думаю ну кто тебе сейчас даст динамо москва там еще какой-то другой клуб но если ты как тренер вот сам с собой рассуждаю как ты чего-то хочешь добиться ну ты вот что сделай здесь да здесь просто ничего нет на ровном месте я говорю и было и еду и вдруг кто-то мне позвонил поднимают руку позвонил вот футболист валерьевич вот я готов приехать к вам узнал что я сейчас возглавил там спартак аржиникидзе потом второй позвонил мне чуть немножко настроение другое было но я уже захожу к первому сектору я говорю ну вот проблем много значит я думаю ну все останусь чтобы не стоило взял одного с собой тоже товарища который помогал бы мне из москвы он это увидел через два дня я поеду поучусь по трудности испугал да конечно я я вот к чему это сейчас говорю да и пришел и да вот есть сложности трудности надо вот что кто-то вы определите чтобы я к вам ну и тогда председатель правительства тогда взялся курировать засучил рукава и окунулся первый год был очень тяжелый так как вот бросили тебя в озеро выплывешь хорошо нет подонул она второй год уже выиграли первое место поэтому пока человек трудности не пройдет сложности трудности для достижения цели и легко ничего не достает даже если тебе что-то легко достанется вот даже возьмите историю любую легко достанется ты быстро это потеряешь а когда ты к чему-то стремишься через адский труд трудности сложности ты все время достигаешь цели поэтому это важно очень в любой профессиональной деятельности но получается что и в то время не давали время для достижения результата чем не одно время так как раз то было дима я тебе что сказал то время тренер был президент или там глава региона остальные даскать были помощниками твоими и президент и главный тренер определял стратегию тактику комплектование команд подготовку и в конце концов отвечал за результат как это сегодня в английском чемпионате вот и все а у нас к сожалению даскать есть сегодня много проблем в этом вот значит иногда президенты сами хотят быть главными тренерами я могу понять только одно почему они этого не хотят да пусть садятся на трибуну на лавку и уже там и руководят да и руководят какие проблемы я могу сказать что я благодарен евгений гиннеру за его терпение за его работу и я не представляю лучше если как можно сотрудничать вот и моя задача была давать результат перед каждым сезоном ставилась задача выиграть первое место что для этого надо то 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 вопросов нет все выполнял давайте сейчас гинрич подойдем вы расскажите как вот эта дорога вашего когда вы приехали же московская динамо когда вы сыграли 06 с тайн трактом вы ведете на пресс-конференцию и наверно нужно сказать что ярко начиналось с первого сезона сразу третье место да 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 потом тоже сезон вышли на втором месте на в лидерах и вот это злосчастное поражение вот тайн трак а здесь ситуация дима объясню это ситуация была связана исключительно с кадровым вопросами вратарей у нас было три вратаря кромаренко еще вратарь с ротора вот клеймёнов и динамовский вратарь которые этот летает из головы вот вспомню вот и получается так что клеймёнов получает травму мениска мы играем с торпеда и еще по моему со спартаком риски выигрываем 32 торпеда потом по моему со спартаком тоже по моему ничью сыграли значит 2 вратарь кромаренко значит подвину голеностоп у него такой голеностоп и сметанин сметания андрей сметанин а у него была травма травма была и у него было где-то около полтора или два месяца вообще не тренировался а в этой игре когда начали он просто списали его доска 2 даты и нужно было его мы даже и у нас один вратарь остался сметанин а второй начать вратарь был задуман мы даже обратились в уэй фай нам и по разрешила дозаявить этого тренира второго из дубля чтобы ну на всякий случай и поставили сметанин вот четыре или пять раз наверно были и играли очень прилично начну контратаке начать вот эти плюс там угловые значит там ну и конечно вот эти четыре мяча там конечно глотнул ну а дальше уже уже 5 6 уже сидел смотрел на время чтобы быстрее захолчивать но уже тогда приняли решение уйти ну конечно я просто для меня это было болезненно и вообще конечно да сказать я уже даже не сомневался в это зашел в раздевалку вот после этого ничего не сказал и пошел на пресс-конференцию там уже толпа журналистов и топ мюллер тренер сидел уже он сказал а я все пока да ну и зашел на гробовая тишина вот но я сказал я говорю результат конечно никого не устраивает мягко говоря поэтому я такой ситуации подаю в отставку развернулся ушел и топ мюллер этот вратарь главный тренер интрах там подождите валерий вы что мы перед этой игрой 15 проиграли думаю я же не подал подстав я буду это ваше решение мое решение как всегда дни ни в коем случае нельзя уходить и все и тема закрылась я считаю что наверно правильно и тогда я стал тренером именно в этот момент вот это вот эти ли четвертый год моей работы помогут вас внутри что-то ну да потому что я любое поражение всегда принимал только за что я виноват я что-то не сказал димы что-то не словом денису и тогда лишь где-то не доработал поэтому тренеру должен всегда хорошая есть поговорка проигрывает тренер выигрывает команда и это правильно поэтому здесь валить на кого-то у него неудачи какие-то мне кажется наверно вы тоже таскать я мог внутри коллектива все что угодно сказать любому футболисту отругать там предупредить оштрафовать это но никогда за грань раздевалки или еще что-то и вы наверно сами свидетели что от цска никогда ничего не выходила но это остается сейчас понимать валишь если после каждого поражения тренер бы уходил это неправильно даже часть футбола но я понимаю но это поражение поражению раза удар был поп тренеру не по игрокам и поэтому я не мог это пережить я не могу это пережить вот такие стрессы такие удары и так далее потому что я всего себя по весь горю весь хочу выигрывать хочу передать это игрокам вот так тренер должен работать и так должен воспринимать поэтому не удалось чего-то в жизни добиться но дать как раз об этом поговорим потому что после 06 был рассвет это 95 вы приехали кроме вернулись в аланию кроме ваших амбиций надежды и уверенности в том что вы пришли выигрывать что-то еще было что он говорил но это возможно и гегемонию спартака можно прервать нет но то что укомплектовались неплохо таскать очень много хороших футболистов с грузии это не кавилашвили и жить шели и там многие потом очень много хороших футболистов россиян значит и так далее плюс команда которая девяностом году вышла высшую лигу они повзрослели они стали немножко уже опытней значит тот же тидеев живую яновский молодой появился плеяда появился костяк уже местных костях был вот если региональный клуб хочет выступить удачно ну 5-6 игроков должны быть местные то есть костяк должен быть местных футболистов не может быть чтобы все вот если привезите до москва это все-таки такой город уже многонациональный значит и здесь можно и практически лучшие игроки которые на в регионах находятся они все хотят выступать за московские клубы это нормально условия и все остальное а здесь вот такая команда подобралась и никто не ставил задачи вам откровенно скажу но на сборах я уже увидел чтобы сказать есть тетрадзе там очень великолепно таскать играл вот и когда-то сгодиже начался чемпионат и я вижу что все-таки потенциал огромный вот и тогда уже и практически вот тогда я стал наигрывать систему вот эту 352 который 20 лет играл и практически все что то сказать чего устало добился по этой системе но будет какой-то матч вот какой-то момент может быть на поле конкретно когда вы говорили на что все мои это это в москве случилось со спартаком потому что можно было только в сравнении с гегемоном который тогда был действительно вот и который там все 8 там сколько до 89 раз подряд стал чемпионом и когда в москве мы обыграли спартак я зашел развелся во все мы станем чемпионами а сколько осталось осталось еще второй круг практически играть да но у нас был колоссальный разрыв мы там по моему 8 или 10 9 очков отрывались мы за первых вообще за сезон проиграли три игры все с десятого тура перна переместишь на этом ну да да практически да вот значит и мы очень так и команда конечно было потом не случайно же допустим тот же и новского пригласили пари сан-жермен тетрадзе уехал в рому значит к вилошвили шели уехали в манчестер сити значит там еще кто-то этот швейцарский клуб это наверно не просто так было поэтому конечно вот этот победа вот но и вот тогда город жил весь 35 тысяч зрителей ну это просто было всегда рассказать аншлаг но играли здорово команда играла хорошо и потом второй год тоже фактически стали чемпиона золотой матч был да ну натянули золотой матч натянули расскажите петербург все болеют за спартак петербург последний матч играет играет торпеда спартак но выигрываем значит мы на там даже если ничья чемпиона 31 первый тайм два мяча забивает камольцев как часто и это дженя смертен капитан команда а вы смотрите где нет нет а мы не смотрим это параллельно что да 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 мы играем и там обыгрываем там кого-то там на на уже две игры дома было я у спартака полно 2 на выезде и вот быть 31 результат переливе тренер меняет к больцева и меняет смертен и тогда ведь как спартак выиграть 4 3 и пресса пишет такой игры спартак не выдавал вот вере бела действительно нет а ферия была белевая голева нет 3 1 но 4 3 но я понимаю на нет я ничего не говорю значит но но подразумеваете не я не подразумевая ничего но ну вот такой вот матч был и так далее по 3131 когда после первого тайма ну можно было уже говорить что чемпионы вот но к сожалению вот так получилось и в итоге один а хотя пор очень надо же таскать вообще в истории российского футбола два раза был золотой матч его раза мне надо было мне попасть и оба разовая мы первое место занимали так что я выиграл два раза чемпионат еще не 4 от 6 1 вы помните тот момент когда был звонок или это была встреча с в день для ночь вот самый первый контакт когда вы поняли что сейчас начинается я тогда работал молодежной сборной хорошая команда как раз вот все вот это ребята молодые березуцкий алдогин и все остальные вот мне позвонил егер ночь встретился с ним а где это был ресторан как-то все устроено встретились ну там естественно пошли пообедать не горит есть разговор ну естественно я уже знал что он руководитель второй год по мою работы усили там где-то около двух с половиной трех часов побеседовали вот значит и я говорю ну все понятно давайте тогда я полностью был удовлетворен начать его беседой с ним а вот начать и перед началом сезона попросила говорю я поговорю с игроками все хочет познакомиться я уже к концу еще по мою последний тур был вот я уже принял уже все знали что прямо ну вот и три дня беседовал значит с руководством команды и со всеми игроками вот и уже на третий день пришел к нему начать и положил список вот очень там 14 руководители которые были команды тренеры администраторы врачей на выход и 14 футболистов тоже на выход 28 шаг сразу да ну конечно здесь такое шоковое состояние вот и тогда ветераны подняли шум вот значит что-то он что он пришел в тон такой там и тогда все та старая бригада которая была ну потому что нужно было уже с чистого листа начинать и все-таки это как сейчас барселона должна уйти другие люди должны с кем вас был прям вот конфликт он пришел за никакого конфликта не было вот именно что не валяйте людей а послушайте но наверное для того чтобы доска реализовать значит программу или достижить наверно доска для этого уже были подготовлены другие молодые игроки там с динамо там тот же значит допустим этот гусев шемберос там взял там с березуцких взяли мы тогда очень много там заднего защитника которого украине на высокий такой тоже шершун да вот то есть многих ну из тех кто был там попова остался серёжа симак остался там вайзанс значит вот остальные так четкое видение было да бы это чудо цветы помнишь это вот ну и конечно доска тягу на пресс-конференцию не знаю точно помнишь не помнишь созвали пресс-конференцию я чутко объяснил что на место такого-то приходит шемберос на место такого гусев на место такого-то там шершу и так далее березуцкие и тому подобное вот поэтому доска здесь четкое было понятие конечно это был риск а если бы не было результата и в первый же год команда выиграла первое место команда выиграла кубок вот хотят искать много критики было и все остальное но она сюда вылетает оттуда вылетает поэтому здесь я понимал я видел перспективы огромный конечно с учетом достижения целей мы должны менять и состав укреплять усилять и так далее поэтому доска здесь первые когда таскать затихли все второй год 2003 год стала команда чемпионов вот потом 2004 году когда я вот третий год значит они попытались значит взяли нового тренера импортного 3 это модно было сегодня а почему же на волне успеха не зачем им брать я не знаю то сказать это не ко мне вопрос поэтому а ты уже хотел не просто это хотела ну хотели видимо знаешь как попробовать иностранного специалиста тренер который добивался успеха тоже все-таки джорджа так специалист был но не получилось значит 2014 в 2004 году я вот разговариваю джилл я принял команду на седьмом месте оставалось 12 туров я сказал что если мы 10 игр выиграем мы станем чемпионами ну естественно это было сложно хотя 10 игр мы выиграли осталось две игры динамо и крылья советов практически последнюю игру 10 мы вырыли в зените 30 зенитом и у нас из двух игр надо было одну выиграть его чемпионы и как на злой 2 1 1 1 1 1 сыграем и не стали чемпионами конечно это был самый такой тяжелый удар и а в девяносто пятом году уже до девяносто в девяносто пятом году в 2005 до 2005 году уже конечно выиграли все что то сказать шевелилось но в принципе так и было более того могу сказать здесь все таки такой вот по сравнению с 2003 годом 2003 годом и 2000 казалось бы чемпионами стали а в 2005 году 7 позиции было новое потому что уже 2 мы там и уефа прошли там лиги сыграли там обожглись там обожглись да я понял что то сказать нужны игроки другого уровня и хотя рассказать были хорошие игроки но мы уже взяли там игроков таких как карваль вагнер как олечка и ерошек уже нет ну был ерошек в 2003 черном но уже таскать такие подобрались юра жирков совсем другой стал красить совсем другой стал но вот березуцкие уже прибали они играли уже 2002 3 4 значит пятый год уже совсем таскать мастерство другое я уже про игношевича взяли мотива конечно сказать уже сделали хорошую команду и вот пожалуйста для достижения таких целей уже нужны совсем другие игроки и методы давайте вот и андрей сломать нам рассказывал и игорь вспоминал что город железноводск для них это синоним такого тренировочного ада хорошо бронежилеты это же они говорили что это конечно оправданно потому что цель оправдая средства важенок не тренировали варь расскажите дима хочу задать вопрос но кто по-другому тренируется почему не выигрывать кубок курифа почему они не выигрывать чемпионаты вот мне ответе другой вопрос вот смотрите вот а тренировки и так далее человек если не будет трудиться ничего не добьется это первое второе березуцкие доиграли до 36 лет игношевич до 39 юра жирков до сих пор играет красить до сих пор играет вагнер до сих пор играет что я плохого сделал это просто эмоции когда они жалуются а как вы придумали все это действительно досочки бассейн таралан гусев рассказал что это прям особенно те ребята которые не умели плавать для них же это дико изнательно нырнуть и не всплывать а всплываешь 300 долларов а я вам скажу значит в свое время тарасов перед тем как поехать на чемпионат мира привез команду бассейн или будете прыгать с десятиметровой мы будем отрабатывать смелость и все это правда вам расскажу и вот все стали столь сборная по хоккею в советское время но и все продаем это сам бегает прыгнул большей комнаты а он услышал это я берет снимает а он же знаешь такой рыжий здорово счету такой был поднимается на десятую 10-метровую вышку и оттуда как сиганул перевернулся и прям животом лицом выныриваю выходит поднимается и матом очень все попрыгали и один там не буду называть его фамилию плавать не умеял вот как стал тонуть его доставил за смелость поедешь на так что видишь как здесь тоже самое нет система подготовки она очень хорошие многие тренеры этим пользуются вот начать бассейн он и для физподготовки для восстановления ну как ватринга ручек не ведь плавать так плавить его таскать рядом с как он будет плывет рядом с канатиком будет также канатик за канатик можно зацепиться это тоже смелость вот но действительно так проходили во первых это был недельный цикл после отдыха после каникул после отпуска где они так хорошо могут отдыхать наши спортсмены футболисты вот конечно надо было привести чувство ночи я привозил дубой у рощу в кисловодск неделя с вас и со всех сторон их чистили плавали они ходили вот начать ну и бассейн конечно был там и так далее вот они недельку танцевих уже приводишь нормальное состояние а потом уже можно давать и хорошие нагрузки это таскать абсолютно правильно вот молодые люди молодые ребята вот поплавали и так далее поэтому система подготовки она достаточно жесткая была но ни один игрок не перетронировался а долголетие какое посмотрите вот поэтому значит система сама была правильная и вот юра недавно жирков пишет вот столько мы бегали что-то прыгали а до сих пор играли вот на том багаже так что понятно если бы эта система не давала результата как и любая тактика дима ты знаешь да любая тактика правильно и кому-то нравится не нравится но если он дает результат вот я например 20 лет играл по системе 352 но все время ее усовершенствовал вот сегодня я смотрю многие мне кажется так сказать неправильно играет фактически нее называют оборонительной системы но на самом деле значит и уже можно сделать и атакующей системы и при этом у меня четко таскать было разделение 5 оборонительных игроков и 5 атакующих 5 атакующих жирков красить карвалю вагнер жопат он был ну вот посмотрите какие игроки были впереди а сзади это сказать играли три защитника плюс два опорных вот и все физического состояния физического состояния и подбора игроков конечно то сказать согласен согласен с этим физическое состояние и правильное выполнение сегодня даскать вот почему допустим многих команд не появляю не получается допустим активная игра прессинге все остальное потому что когда команда вступает в прессинг вратарь тоже участвует в этом обязательно прессинге потому что вот тогда таскать они и тот кто правильно его выполняет и свое время значит валерий васильевич лобановский значит еще тогда сказал начальку который один из первых начал осваивать вот этот прессинг и так далее вот он сказал то в совершенстве овладеет прессингом тот будет иметь преимущество мировом футболе вот пожалуйста расскажите про свои такие тренерские заготовки для перерывов или начал матча что я думаю что это импульсивная история когда вы брали апельсину так сжимали и ничего не говорили выбрасывали уходили а что такое вот прям вот подготовленное было что вы знаете что так вот мне надо что-то сделать какие-то жесты то мне ничего подготовлено не было но конечно все гладко не было выше думаете что все так хорошо вот команда все время все выигрывает кубки чемпионат и там европейский иногда конечно это адский труд и внутри было много проблем много таскать таких иногда душевных потрясений было вот потому что я требовал от меня президент требует результаты и требует игроков чтобы они выполняли это все но перерыв лиссабона вы горите 0 1 ну вот здесь я вам скажу что очень сложно вот это все-таки команда впервые попала такой финал конечно все они более того я могу предсказать вот до этого ночи за два дня до мы приехали вообще за неделю до начала матча повели уехали за гора там на берегу океана так хороший отель готовились спокойно закрыто никто не журналистов никого не было и мы готовились очень просто я видел что все же команда готова но все были так немножко ответственность все таки первые души подны понятно я начали игроки первые там такой попали финал финал где мы только все время смотрели его только исключительно по телевизору лучшем случае были болельщиками на стадион а тут сам ты участвуешь в этом финале конечно каждый мог хотел но и больше мне все-таки так сказать я проводил больше таких психологических тренировок значит бесед спокойных вызывал игроков и тогда он увидел что все немножко доски так закрепощены за два дня до этого значит сказал что мы нашли какой-нибудь хороший кабак повел всю команду туда вот налил всем по бокалу вина красного это за два дня сегодня завтра послезавтра когда совершенно верно вот ну и так чуть-чуть расслабил их так ну кто-то там ведь даже готов сделал кто-то еще что-то правда вагнер где можно еще 100 я вот тебе нельзя поэтому так все приехали банька там это подготовка начать и все остальное у нас был выходной день полностью до этого позанимались а вот за два дня до игры очень вот такой мы сделали разгрузочный день день за день до этого провели там 40-50 минут тренировку вот и все и приехали на стадион что касается перерыве значит а вот я саму подготовку оказать перерыве то конечно после перерыва ну что я мог ну по я увидел что они сами сидят бледные но уже в конце там первой тайме все был момент когда вагнер выскочил один на не замену чистейший вот ну конечно их поддержал там где-то так сказать поправил немножко рассказать и такую тронную речь выдал что 45 минут существует больше возможности может быть никогда ни у кого не будет играть таком финале поэтому будете всю жизнь помнить что вы его проиграли это будет убивать вас внутри а если вы играете вы станете героями ну что мне оставалось делать ну и вот как-то вот в таком тоне значит вот таком как-то бы сказать это и все-таки собрались вот значит даже достал иконку вот да вот и вот икона которая всегда со мной какая-то господа всевишнюю вот и ну и перед выходом каждый и поцеловал ну естественно кто христианин вот и выше дорогой так что нам помог господь бог вот честно скажу поэтому вот такая таскать было и кто там у нас мусульмане были тоже рахимичном другой веры но вот но как-то даскать надо было вот так но когда уже забили 1 2 конечно уже кураж поймали особенно цель конечно было очень тяжело там при счете 11 по моему до при счете 1 1 когда там попали там с метра попал в пустые ворота попадает в штангу другой штангу и на кинфе уроки это по вот этим это твой я не видел вообще футболе так что говорить о каком-то везении ну и игорь молодец вел быстро мяч 4 изобилия не встали потом они четвертый пятый соком один график сколько выходил поэтому здесь тоже отход матча и конечно это был удающееся достижение всего российского футбола вот тогда и наши клубы поняли что да мы можем ставить большие задачи можем выиграл посмотрите какая тенденция получилась выиграл зенит 2008 году костяк национальной сборной из цска и зенита становится образом призем чемпионата и волка вот и все сильные клубы сильная сборная давайте вот таким дим вспомним в газаев вызывает сборную с какими ощущениями ты и что ждать с кем-то разговариваешь во-первых мы общались с ребятами из цска да естественно все легенды ходили про нагрузки но я просто про одну историю расскажу когда мы на сборах бару готовимся к игре домашней игре не помню какой но неважно то есть за день до игры предигровая до легкая тренировка соответственно самая легкая в трехдневном цикле на в общем проходит у нас полубедро бедро все разминка все по классике естественно все устают цисковцы нормально к этому могут это нормально вообще на на фрешей в общем конец тренировки но и все там выдохнули так алигрыш такой но кружочек заминки и по плану а все таки шутоку по плану 4 по 400 виктор савельев сюда она к 1 бежалый такой как я думал закончилась тренировка ему в испании это было настолько непривычно и в общем свисточек и побежали 4 по 400 то есть 400 раз пауза и так вот четыре раза это была заминка зато бедный виллер савельевич а вот интересно легешь вот после вот этот момент и предстояние газа и всеми после очных игр вы долго с юри павловичем не общались но эмоции же бурлили кипели и дим я тебе вот скажу такую вещь вот самый теплый добрые отношения дыскать вот сейчас с олегом ивановичем по возможности встречается хотя просто бы друг друга в то время ну правильно он отстаивал интересы спартака юрий палыч интересы локомотива и интересы цска да но никогда грань какую-то мы не переходили потом всегда с уважением друг другу относились это очень важно было вот да начать иногда перепалка какая-то но не более этого может быть там месяц-два там не разговариваем друг другу но потом все равно таскать мы и я очень рад успехом начать или палыча сейчас вот я очень сожалею что рано закончил игру тренировать олег иванович романцев который принес бы много пользы вот ну вот и я может быть осознанно неосознанно закончил же 10 лет уже не являюсь тренером вот но вы исключите возможно что вы вернете сумма кто скажет кто его знает я могу сказать одно что вот сегодня значит у каждого из нас должна быть для того чтобы любой профессиональной деятельности добиться какой-то результат у каждого из нас должна быть но такая хорошая мотивация и стимул для работы потому что работа тренера это творчество работа тренера это значит огромная так сказать такая психологическая до психологии особенно тренера который привык работать только таскать на результаты на большие результаты это очень это очень большой колоссальный труд вот поэтому я не представляю допустим вот если бы я начал работать для меня даже второе место было бы неудовлетворительное место поэтому естественно даскать сегодня мы тоже не можем сегодня зарекаться что вот будь не буду или буду там и так далее сегодня я очень ответственная работа у меня сегодня являюсь председателем комитета по делам национальности это очень важный вопрос нашей страны 193 национальности представители которых говорят на 277 языках и причем надо учитывать интересы каждого историю традиции вероисповедания вот поэтому конечно этот очень такой вопрос очень такой тактичный и это один из самых таких стратегических вопросов государственной власти потому что объединить 193 национальности учитывать интересы коренных малочисленных народов которые сегодня там 100 200 300 человек это уже народность и поэтому очень ответственная работа а что касается спортивной работы то ну кто его знает как судьба сквозь ему звонит и говорит у нас деньги есть мы ставим задачу выиграть либо чемпионов все нормально вопросов нет но знаете как и все может быть нашей жизни начать и сегодня давайте не будем говорить о том что да нет категорически заканчиваю еще раз хочу сказать что всю свою жизнь практически кроме последних пяти лет вообще я провел спорте конечно сегодня каждый нерв мой каждый волосок мы на голове конечно он пропитан этим спорт на пропитан футболом вот начать и я по сей день слежу за всеми чемпионатами более того слежу уже смотрю конечно смотрю же с точки зрения развития футбола как футбол ушел вперед насколько таких позициях и так далее потому что многое меняется особенно сегодня я бы сказал одно из основных наверное это правильно и я думаю что все ведущие специалисты врачи предсказывали это что очень большая сегодня нагрузка ложится на индивидуальные позиции в команде то есть четко доска сегодня уровень индивидуальных позиций он гораздо вырос значит тут я до защитников и среди линии вот все говорили тогда что я говорил что нет такого понятия плеймейкер вот раньше плеймейкер освобожден от оборонительных действий да а сегодня назовите мне хоть одного плеймейкера вы все равно валяя что мы потом взяли карвалья но ну карвалью тоже я он не в такой степени но старался даскать тоже плеймейкер но он как второй нападающий был ну давайте скажем 2 нападающего сегодня допустим азмун и дюбок но образно говоря да чуть глубины и так далее ну конечно сегодня игроки центральной позиции центральной зоны не должны в равной степени как в атаке так и в обороне участвует посмотрите более того сегодня особенно при контроле мяча не только при имеет центральной защиты но и все нападающие отходят вся команда обороняется перехват контратака то же самое касается остальных поэтому сегодня футбол меняется и конечно сказать в этом отношении вы должны понимать что рассказать сегодня требования к индивидуальных позиций выросли напады защитника как который оказывается в зоне атаки он должен действовать как форма а уже в зоне обороны действует выполнять свои обязательства то есть очень многое такая идет очень такая работа и динамика игры совсем другая посмотрите насколько сегодня и единоборство начать и скорости совсем другие смотрите наш чемпионат и посмотрели финал лиги чемпионов две большие разницы огромные все пришли к универсализму который вы пропагандировали в начале подписи как это делал да мы знаем тоже гусь рассказал сегодня будет в ростове в дальнем не замкнул на 300 на 10000 вы съездили за интересно вот еще помните да и вот это мне бы запомнился очень сильно при простреле с фланга если ты не дотронулся до дальней шланги зайди в кассе принеси нет но правильно для для чего вот посмотрите сегодня вот бавария вот атакует забивает голы все зоны ближняя дальняя значит центральная и здесь еще два игрока пять человек на завершении пять человек на завершении ну как может мяч не попасть кого-то из них тоже дает штраф системы там зиму наверно его но конечно фантастический футбол играет бавария гнабри команд ливандовский скорость какая у этих футболистов индивидуальное оснащение интересно они в бассейне тренируются они я думаю что они индивидуально тренируются в бассейне у нас конкурс дим у нас конкурс и у нас просто фантастический приз до дима ты знаешь что это мы первые вот эти золотые футболки сделали а сделал их воробьев сергей львович президент урб унбра перед финалом они взяли заказали вот эти даже плохая традиция так вот слушай они думающим и я знал об этом голову оторвал а действительно он заказал я не держали в этот он и саша стельмах они заказали так на всякий случай но если бы не было не будут ну проиграли вот не бы сожгли тематике а потом когда мы выиграли и на награждение идем по все сразу марки я сам думал откуда этим очень все одели майк и юхансон смотрят значит всех где-то активы где-то тима и взяли это кто-то был а мы заранее сделаем но только русские так что поставить подпись а мы вас попросим придумать название санатория в железноводске который был санаторий профилактория потому что мы теперь проходили сбор команды цска самый знаменитый самый тяжелый дим подержи вот так и сама как можно говорить креативное название мы выберем валерий георгиевич нам подтвердит и заплыв под водой и вы получите эту футболку с автографом лично в руке и Денис Казанский